МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так быстро возвела новое здание. Импортозамещение в пределах Белгородского региона. Готовы ли фермеры побороться за места на рынке сельхозпродукции? Чем они планируют завоевать доверие покупателей? И что советуют тем, кто задумывается об организации собственного агробизнеса? Ответы в программе «Сельский порядок». КОНЕЦ Жители села Хохлова теперь спят по воскресеньям меньше. Зато чаще обращаются к Богу, стараются не пропускать службы. Новый храм, распахнувший недавно свои двери для прихожан, притягивает все больше верующих и тех, кто делает первые шаги к воцерковлению. Немногим более двух лет строили храм на месте прежнего, который был разрушен 70 лет назад во времена лихолетия и гонений на церковь. Инициатором и меценатом строительства стал агрохолдинг «Зеленая долина». Его сотрудники обратились к историческим документам и выяснили в архивном управлении Курской области. Точные сведения о времени постройки храма в селе Хохлова Белгородского уезда Курской губернии неизвестны. А в справочной книге о церквах, приходах и притчах Курской епархии за 1908 год значится «Космодамиановская церковь построена в 1880 году, каменное, три престола». Василий Семенович Адонкин, пожалуй, единственный в селе, кто помнит, как стекался сюда в 30-е крестьянский лют помолиться о здравии близких, попросить Господа об урожае. Помнит он и как было велено разобрать храм по кирпичику, стереть деревенскую церковь с лица земли. Да вот только кирпичики эти ни у кого не прижились. Данин приехал с детьми, работал тракторисом Киселёвой. К детьми приехал, на машине трактор, вот с той стороны начал лопать, туда и лопал, привез домой. Худабин залил, насыпал, так заделал. Построил белого кирпича. От хозяйки побажа. Через 2-3 дня делается чёртой. Но добра никому не принесло, да? Нет. Я нашёл тут, богу, я даже видеть вижу, даже кирпича не брал, и половинки не брал. Лидия Новицкая не из коренных хохловцев она обосновала здесь в 90-х. Но тоже слышала немало легенд от старшего поколения о том, как не покорялся храм, поднявшим на него руку. Ну, как много рассказывают люди, которые тут жили, посылали снять крест, и все боялись, но один отважился. И как он забрался туда на храм, чтобы скинуть крест, и упал, и говорят, что разбился. Так это или нет, я не знаю, но легенда говорит об этом так. Для отца Владимира, молодого настоятеля, это первый приход. И он очень старается, чтобы церковь стала местным жителем вторым домом. По субботам все ночные бдения, по воскресеньям литургии, вечером по пятницам молебны с акафистом перед неупиваемой чашей. Говорит, последнее особенно важно в деревне и собирает немало людей. По словам отца Владимира, сюда приходят не только хохловцы, но и жители окрестных деревень. Многие приводят детей. Скоро здесь планируется открыть воскресную школу, чтобы сельская ребятня с самых первых лет развивалась духовно, жила в гармонии с собой и окружающими людьми. Приход имеет перспективы в плане того, что будет развиваться не только как службы, богослужения, а и как общение с людьми, какой-то приход, как жизнь не только во время службы, а во время недели обычной жизненной, когда жизнь человек, обычную жизнь повседневную проводит, в ходе дома или на работе, чтобы он как-то связывал ее в храме, и чтобы храм был для него не только посещением богослужения, а его жизнью. И может быть потому, что миссия у этого храма, особое его строительство, шло очень быстро, будто помогал кто. А когда пришло время освящения церкви, здесь собрались все жители села Хохлова, с детьми и стариками, больные и здоровые. И яркое солнце сделало праздник еще более светлым и радостным. Идея строительства храма по-настоящему объединила не только сотрудников компании, но и партнеров наших близких компаний, которые с нами вместе работают. И мы стали сильнее, мы стали добрее, создавая этот храм. Мы стали в большей вере Господу Богу. Я рад, что у Зеленой долины сегодня множество успехов. Самое главное, создаются рабочие места, и люди трудятся с надеждой, всматриваясь в будущее. А это значит стабильность в семье, стабильность в настроении. Это здравие духовное и физическое. Святых мучеников Лора и Лавра, в честь которых назван новый храм, издавна на Руси считают покровителями домашних животных. И это весьма символично для агрохолдинга «Зеленая долина», которая специализируется на производстве молока. Я хочу вас сердечно, вот такой последний день лета, в солнечный день, сердечно вас поздравить с таким очень важным событием в нашей с вами жизни. Освящением храма Господнего в честь великих святых Флора и Лавра. Смотрите, какие красивые имена. Есть сегодня у Хохлова Флоры, Лавры. Будут. Значит, будут. Вот теперь я в этом абсолютно уверен. А значит, есть у села Хохлова все для того, чтобы его будущее было достойным. Рабочие места, развитая инфраструктура и уверенность в завтрашнем дне, которую гарантирует компания «Зеленая долина». Тема импортозамещения у аграриев маленьких и крупных сегодня одна из самых обсуждаемых. Каждый надеется, что именно его отрасль получит дополнительные преференции. Рассчитывает на это и ракетянская семья Лубковых, которые занимаются тепличным бизнесом. Занимаются успешно. Может быть, потому, что этому делу Лубковы отдали более 30 лет. Глава семейства Александр Владимирович, вернувшись из армии, решил, его дети будут питаться только экологически чистой продукцией. В 80-м году мы с Лилией Анатольевной поженились и для личных нужд построили теплицу. В это время занимались крыльководством, внутриводством и, естественно, решили попробовать теплицей заняться. Теплицы были пленочные, и в основном весеннего, ранне-весеннего срока созревания. И вот с той поры мы начали выращивать помидоры, огурцы заниматься, перец. Та первая теплица и сегодня кормит фермеров Лубковых только вместо пленки поликарбонат. А на месте Александра Владимировича трудится его сын Анатолий. Ему предстоит теперь развивать семейный бизнес. За плечами у молодого фермера Белгородский юридический институт, но он выбрал другой путь. Говорит, специальность интересная и престижная, но труд на собственной земле, сердцу ближе. Наблюдал с детства, как родители занимаются овощеводством. Это было в масштабах личного подсобного хозяйства. Я принимал активное участие и вовлекся в это дело. В общем, была культура, привита родителями. Я не скажу, что мне не было интересно учиться, но все-таки вот эта сфера, она такая, сказать, живая, она естественная, и здесь больше активности, поэтому меня больше это привлекало, нежели работа юриста. Старания начинающего фермера, его инициативу оценили местные власти еще два года назад и решили поддержать Анатолия Лубкова материально. Грант получил в 2012 году. Построили две теплицы площадью 514 квадратных метров. В них мы выращиваем овощи, огурцы, томаты и весной цветочную рассаду для озеленения клуб, цветников. Собственно, объемы по нашему бизнес-плану составляет 20 тысяч цветочной рассады, 8,5 тонн огурцов и около 5,5 тонн томатов. Молодой фермер признается, поставленных в бизнес-плане целей добиваться не так уж легко. Нужно хорошенько поработать и руками, и головой. Каждый раз перед принятием решения он перелистывает бизнес-журналы, анализирует, делает выводы. И советует всем, кто планирует создать собственное дело, собирать информацию и использовать передовой опыт. И тогда предпринимательство обещает быть прибыльным и даже приятным. Ведь работать на самого себя сегодня не просто модно, это большие возможности для самореализации и воплощения самых смелых идей. Как и любой другой бизнес, овощеводство и теплица в целом дают возможность мне чувствовать себя независимым от кого-либо. Я чувствую, прежде всего, конечно, ответственность за тех трех человек, которые на данный момент у меня работают, поскольку я обеспечиваю их работой, заработной платой. Это для меня является важным и главным определяющим моментом. Работы в теплицах хватает всегда. Свободного времени почти не остается. Поли, взбыт, подготовка теплиц к новым посадкам всего не перечесть. Но Анатолий Лубков стремится к новым вершинам, более внушительным результатам, которыми не стыдно похвастаться. На сегодняшний день мы уже заложили новые планы и хотим увеличить объемы производства нашей продукции за счет продления оборота, то есть до поздней осени выращивать томаты, огурцы, начинать сезон раньше, в конце зимы. Плюс в зимний период мы выращиваем зеленый лук и другие виды зелени. В этом году появится еще салат. Ну, все, что касается этого года, то дело вот так обстоит. Вкусные и экологически чистые овощи, выращенные Лубковыми, не залеживаются. Все раскупают земляки из ракитного. Брали бы больше, замечает Анатолий и прикидывает, где ему поставить еще пару теплиц. Наши продукции конкурируют успешно с импортной. Жители дают предпочтение местным производителям. Нужно сказать, что начинающим фермерам в нынешних условиях, наверное, будет немножко проще наладить сбыт, поскольку конкурентная среда будет такая благоприятная. Вот вся ситуация с импортозамещением, она как раз на руку начинающим фермерам, да и тем, кто уже не первый год в этом бизнесе. В хозяйстве Лубковых все настоящее. Благоухающие цветы, сочные помидоры, огурцы, глядя на которые уже тянет к обеденному столу. Вот такая продукция должна быть в потребительских корзинах белгородцев. Выращенные земляками на уникальных черноземах. Полезная, вкусная и абсолютно безопасная. А это грибное царство Сергея Радченко, фермер из Белгородского района. Единственное место в области, где занимаются выращиванием шампиньонов в промышленных масштабах. Четверть гектара производственных площадей позволяет получать грибоводу до 20 тонн продукции в месяц. На Белгородский рынок мы пришли в 2010 году. И, соответственно, в этом году нам исполнилось 4 года. Но в эти 4 года говорить просто о работе предприятия, это ни о чем не говорить. 4 года подразумевается и строительство комплекса, и, соответственно, вот это его эксплуатация. Комплекс, где растут грибы-шампиньоны, постепенно наращивает производственные площади. Медленно, но верно идет предприниматель к намеченной в бизнес-плане цели – произвести 300 тонн продукции уже в следующем году. Для этого Сергей Радченко заложил 9 грибных камер, где в январе следующего года соберут первый урожай натуральной, экологически чистой продукции. Сырье для производства грибов состоит из компоста, который мы, к сожалению, сейчас не увидим, и покровной почвы. А покровная почва – это тор. Для приготовления компоста основными компонентами являются солома, коренные пометы, гипс и вода. И, соответственно, определенные температурные режимы и определенные фазы приготовления. Второй фазой приготовления является пастеризация данного компоста. Так что эти грибы можно подавать на стол, не беспокоясь о здоровье близких. Главное быть уверенным – приобретены именно белгородские шампиньоны. Те грибы, которые выращиваем мы, отличаются от тех грибов, которые можно встретить в розничной сети лишь тем, что они являются свежими. И определить свежесть гриба можно очень просто – разломив его шляпку. В данном случае мы видим, что под шляпкой есть перепонки, да, это подложка гриба. И мы видим, что она бледно-розового цвета. Как раз этот цвет и говорит о том, какой возраст данного гриба. То есть, если гриб хранится очень долго, естественно, эта подложка просто-напросто темнеет, и гриб открывается. Чтобы такого не произошло и покупатель приобрел грибы свежие и красивые, розничным продавцам необходимо соблюдать сроки и условия реализации, а самому производителю – технологию сбора шампиньонов. Сразу же после сбора в течение получаса идет шоковое охлаждение гриба. То есть, если гриб изначально имеет температуру порядка 18 градусов, как внутри плодового тела, так сказать, и снаружи, то в течение получаса мы опускаем эту температуру до плюс двух. Ну и таким образом, так сказать, прекращаем рост этого гриба и замедляем все процессы. В том числе, снижая температуру, мы добиваемся того, что потеря влаги, или как это принято у работников торговли, естественной убыли, она сводится к минимуму. В беседе с фермером создается впечатление, что все у него гладко. Бизнес организован грамотно, рыночная ниша свободна, живи и радуйся, подсчитывай прибыль. Но оказалось, не все так просто. Существует проблема в развитии производства, и они связаны именно с сырьем, непосредственно с компостом. На сегодняшний день производителей компоста в России нет. Есть предприятия, которые производят компост в собственных целях, но они не реализуют его на сторону, и, соответственно, приобрести у них его просто невозможно. Новое предприятие, которое было построено в 2011 году, закрылось в прошлом году по непонятным причинам, потому что причины не объясняли, причем это новый компостный завод под Тулой. И закрытие этого завода привело к тому, что многие грибоводы российские закрыли свои производства в том числе. На мне это тоже очень сильно отразилось, поскольку приобрести компост просто нереально и невозможно нигде в России. Решить эту проблему мог бы собственный компостный завод. Вот только дело это уж очень дорогостоящее. Одному Сергею Вячеславовичу не под силу. Сегодня фермер в постоянных поисках качественного компоста и партнеров, которые были бы заинтересованы в организации еще одного инновационного производства в Белгородской области. Собственное производство компоста, оно необходимо. И вообще в России компостное производство, оно просто необходимо для, так сказать, оставшихся в живых грибоводов, тех, кто еще пытается на сегодняшний день выращивать грибы. Потому что есть производства, которые ориентированы на привозной компост покупной. Везут в том числе из Польши, везут в том числе из Голландии. А самим заняться этой проблемой желание-то есть, но финансовая составляющая очень высокая. Стоимость самого производства составляет порядка 120 миллионов рублей. Получается замкнутый круг, да, то есть нужно достроить это производство и запустить его как следует, и, соответственно, под него уже строить компостное производство. Но опять же, которое было бы ориентировано не на одно какое-то маленькое предприятие, а с возможностью реализации компоста дальше по России. Свои шампиньоны Сергей Радченко везет на рынке областного центра в магазины шаговой доступности некоторые торговые сети. Самая дальняя точка от Белгорода, где знают грибы нашего фермера, Шебекинский район. На других территориях с этой продукцией незнакомы. Производственные мощности пока не покрывают потребности белгородцев. Расти есть куда, делится грибовод. Тем более, что на рынке для этого сейчас условия самые благоприятные. На сегодняшний день, я не исключение, и любой сельхозпроизводитель сегодняшнюю ситуацию оценивает все-таки в свою пользу. Возможность даже вхождения в сети – это тоже большой плюс. На сегодняшний день проблемы существовали, и они есть. А сама отрасль очень маленькая, мы остаемся незамеченными. И на сегодняшний день непонятно, к кому мы относимся. То ли это тепличное хозяйство, то ли это просто сельское хозяйство. До тех пор, пока мы не замечены со стороны государства, нам очень сложно о себе заявить. Учитывая то, что на сегодняшний день доля производства грибов составляет порядка 8% в год от общего объема реализованных грибов. Но это имеется в виду и заморозка, и консервированный гриб, и свежий в том числе. Поэтому хотелось бы, чтобы заметили, да, хотелось бы получить определенные преференции, чтобы, так сказать, наш труд не пропал даром. А жители области употребляли больше белгородской продукции. Свежий, за которой стоит местный производитель, уже привыкший отвечать за качество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова